коллеги здравствуйте если кому-то погромче или потише у вас есть настроечки и вы сможете это сделать сегодня буду работать с вами без видео для того чтобы у каждого было хорошее восприятие чтобы интернет ваш выдерживал ту энергию которую я буду вам сегодня выдавать дело в том что действительно у нас компании фабролит есть еще один вид такой дохода и работы итак компании фабролит есть такой вид дохода это как агентский пункт и многие воспринимают как именно как доход для меня агентский пункт это инструмент для развития структуры и вот такой хороший слоган есть имеющие терпение способны создавать шелк из листьев и мед из розовых лепестков давайте будем двигаться дальше и смотреть ну вот такие подобные агентский пункт и предлагает нам компания и думаю что нас очень скоро будет ожидать еще один момент по агентским пунктам это маленький секрет мы об этом узнаем в сентябре потому что будут определенные виды изменения я думаю что каждому из нас это очень понравится итак давайте рассмотрим что же такое агентский пункт и какие есть категории агентских пунктов есть агентский пункт это где обслуживается только обслуживание только для своей структуры обычно это бывает на дому просто открыта точка для структуры и человек может регулировать регистрировать может пробивать заказы держателя этого агентского пункта и развозить своим консультантом этот вид агентского пункта используют не все но когда есть маленькие деревеньки то это удобный метод есть еще пункт выдачи продукции на нем обслуживание консультантов происходит всех структур не только своей структуры обучение консультантов рекомендуется как для своих структур так и для для консультантов других структур но обязательного нету но мы дальше с вами рассмотрим почему нужно обучать и почему действительно на агентском пункте должно быть обучение третий вид это центр обслуживания консультантов тут и площадь больше более 24 квадратных метров обслуживание консультантов всех структур обязательно и если вы предположим кто-то говорит что на моем агентском пункте обслуживается только моя структура значит они нарушают правила компании потому что компания специально создала такую возможность чтобы у нас у каждого в любом месте в любом городе есть агентский пункт была возможность обслуживаться и точно так же ваши консультанты имеют право обслуживаться на любом агентском пункте запомните это правило обучение своей структуры здесь обязательно в этой категории обучение других структур рекомендуется бывает что держатели агентских пунктов не проводят обучение в центре обслуживания но я думаю что они теряют очень большой момент потому что когда вы обучаете своих консультантов то тогда здесь получается и растет товарооборот и растет мотивация и консультанты растут и соответственно это более выгодное предприятие для для держателя агентского пункта представительство это самая высокая категория это более 30 квадратных метров обязательная площадь обслуживание консультантов всех структур обязательно и обязательно обучение консультантов всех структур но помимо этого еще представительство всегда разделено на три зоны и обязательно есть место где каждый консультант независимо относиться ли он к держателю агентского пункта имеет право работать на этом представительстве, проводить презентации, проводить бизнес-встречи. Единственная просьба, чтобы это было более корректно, договариваться с держателем агентского пункта и просто это делать. Я думаю, что разумные держатели всегда будут только за этот момент, за взаимодействие. Давайте посмотрим следующий слайд. Вот такие бизнес-конференц-комнаты рекомендуется и было бы очень здорово, если бы у нас у каждого были такие комнаты, тогда бы действительно и презентации можно было проводить бы шикарнейшие. Итак, зачем открывать агентский пункт? Задают мне очень многие вопросы. И сегодня я попробую раскрыть несколько моментов, зачем это делается. Ну, обычно самое важное – это выдача продукции и консультирование, потому что когда консультант провивает самостоятельный заказ, это одно. Когда он приходит, у него возникают вопросы. Конечно же, я понимаю, что каждый наставник должен работать, обязан просто работать со своим консультантом. Но если держатель агентского пункта или оператор, который сидит, будет консультировать каждого консультанта, помогать ему, объяснять, то тогда и действительно консультант будет благодарен и будет обязательно делать большие обороты на этом агентском пункте. И, естественно, мы друг другу будем помогать. То есть я буду уверена и вы будете уверены, что ваши консультанты пришли на агентский пункт и получили 33 удовольствия. В каком плане? Они пришли и получили консультацию. Они пришли и смогли воспользоваться преимуществами всеми компаниями, которые могут воплощаться именно на агентский пунктах. Второй момент – это вовлечение в деятельность консультанта. Смотрите, консультанты ведь не просто продукцию получают. У нас же огромное количество возможностей. И именно если держатель агентского пункта со своей командой совместно, например, с разными структурами объединяется и вовлекает в деятельность консультантов, то это, опять же, преимущество как для агентского пункта, точно так же и для роста. Потому что знакомясь друг с другом, люди начинают по-другому реагировать, по-другому воспринимать вообще и компанию фабрилик, и возможности, какие у них есть. Мы смотрели ролик перед этим, и Алексей Новский там, и Брайан Трейси очень хорошие вещи говорил. Вот агентский пункт – это место, бизнес, возможности. И от нас зависит, как мы его организуем. Обязательное. Зачем еще открывается? Это обязательные тренинги совместного действия, где можно действительно не просто рассказать, а показать консультанту, как правильно необходимо делать. Это проведение обучающих программ, и они могут быть абсолютно разные для разных целевых групп и очень много-много разных моментов. Это и для новичков, и для продавцов, и для бизнесменов, и для предпринимателей. Если вот эти обучающие программы существуют на агентском пункте, то это, естественно, растет товарооборот. Естественно, агентский пункт не просто окупает себя, но еще и имеет доход с работы, с правильно выстроенной работой агентского пункта. Это проведение презентации компании, а это привлечение многих консультантов. Это обязательно рекрутинг. Вот, например, по поводу вовлечения в деятельность, как Евгений Рыбачаев говорил, создайте рассол на своем агентском пункте, чтобы люди там варились. И Марьян к нам недавно приезжала на фестиваль, она говорила, что мы создаем рассол. У нас очень много разных мероприятий, и люди просто тянутся на эти агентские пункты и хотят быть в сообществе консультантов. Проведение презентации, чем больше их будет, тем больше ваш город будет действительно в вашей структуре или в структуре ваших партнеров, если вы будете это делать совместно. Это площадки для проведения бизнес-встреч, потому что бизнес-встречу необходимо проводить. Когда бывают места, где нет агентских пунктов, естественно, приходится проводить или снимать офис дополнительно, или в кафе, или домашние кружки. Но если все-таки есть агентский пункт, и на нем проводить бизнес-встречу, то именно бизнес-встреча будет выглядеть как бизнес-встреча, привлечение новых консультантов и клиентов, потому что люди просто видят вывеску, заходят и говорят, ух ты, а мы не знали. Это уникальная возможность регистрировать людей, которые приходят с улицы, или обслуживать консультантов, приобретать новых клиентов, которые хотят просто пользоваться. Это проведение дней открытых дверей, это проведение дней клиента, причем, смотрите, день клиента может проходить как на агентском пункте, а точно так же он может проходить в прилегающем каком-то пространстве. Когда у меня был маленький агентский пункт, всего 18 квадратных метров, 17,5, рядом было шикарное кафе, мы там проводили дни клиента. Мы там дни открытых дверей, мы все-таки проводили на агентском пункте, чтобы действительно человек пришел и понимал, куда он может в следующий раз обратиться. Это проведение мастер-классов и всевозможных видов дегустации, и смс-рассылка, и многое-многое другое. Это зачем нужен агентский пункт. Далее. Вот показаны несколько фотографий, которые из моей жизни, у нас и маленькие вот тут были агентские пункты, и мы там проводили обучение и консультации, и большие. И вот слева фотографии, это как раз прилегающая территория, которую мы снимали дополнительно, украшали, и у нас там собиралось и 40, и 50 человек. И это было как в виде мини-семинаров. Точно так же мы делали обучающие программы по косметическим сеансам, по мастер-классам. Видите, у нас даже мужчины обучались. То есть была теория и практика. И это очень хороший момент. Так же были у нас обучающие программы, когда в группах люди работали. Поэтому вот агентский пункт, это действительно то место, где вы можете помочь консультантам стать более профессиональными. Разбираться лучше в продукте, разбираться лучше именно в возможностях компании. Ну и вот посмотрите, коллеги, если действительно в каждом городе, где у нас есть агентские пункты, если бы это было выстроено абсолютно профессионально, и каждый подходил бы именно с подходом, что это бизнес-возможность, тогда бы мы просто-напросто были спокойны за наших консультантов и действительно спокойно отправляли бы на любой агентский пункт. В последнее время очень часто сталкиваюсь с ситуацией, потому что в моей структуре в огромное количество людей в других странах и городах. И мы натыкаемся, и Светлана не даст соврать у Стратова, и те, у кого есть действительно из других городов, что есть проблемы. Но могу вас обрадовать, скоро компания Фаберлик сделает шикарный шаг, вы о нем узнаете. Я думаю, что этих проблем больше у нас не будет. Мы действительно сможем четко и правильно развиваться. И если вы на вашей территории, где вы находитесь, случайно нету, например, какого-то агентского пункта, то у вас есть шикарная возможность открыть его и развиваться на этой территории. Цель открытия агентского пункта – это создать место для совместных действий с консультантами. Это организовать пространство взаимодействия, мотивации, побуждающие к росту и развитию. Это организовать систему обучения и развития. Цель еще – это организовать процессы продаж и процессы рекрутинга. Это действительно позиция руководителя. Потому что многие открывают агентские пункты и чисто просто выдают продукцию. Это не совсем верная позиция, потому что быть просто на выдаче, да, по-первых, это дает результат. Но потом, когда большое количество приходит и поднимается оборот, то очень сложно уделить внимание и время каждому из консультантов. Это организовать систему мероприятий и встреч для роста консультантов и командного взаимодействия с лидерским корпусом. Именно на агентских пунктах, когда он открывается, образуется командное взаимодействие, появляются лидеры, которые повторяют ваши действия. Вначале они учатся у вас, а потом в конечном итоге они начинают повторять ваши действия. И это шикарный момент, это именно инструмент для выращивания. Многие боятся и говорят, вот я еще не лидер, у меня еще нет команды, я боюсь открывать агентский пункт. Вот в этом плане бояться нечего, потому что можно объединиться с содружественными структурами, мы до сих пор дружим со структурами, у нас нет такого, что вот ты моя, а ты не моя. У нас на агентских пунктах всегда все лидеры объединяются, если есть такое желание. Мы прекрасно проводим различные совместные мероприятия и помогаем. Мы используем друг друга как ресурс и даем друг другу возможность использовать нас как ресурс. Поэтому получается это шикарный момент, что и консультанты начинают расти на этом, и точно так же и лидеры развиваются, и начинает корпус лидерский расти. Это цель еще и создания площадок, повышающих уровень компетенции и выращивания директорского корпуса. Потому что профессионализм, он всегда стоит на первом месте, если человек не профессионал, он по первости прекрасно растет и все нормально, но он может наткнуться на многие такие вещи, которые он не знает. И вот именно структуру Олега Светланы Заварухиной, наши вышестоящие наставники, они всегда прививали нам позицию профессионала. Наш региональный менеджер Ирена Валентиновна всегда Урал прививал позицию профессионала, потому что бывают ситуации, когда вы будете находиться далеко от наставника, бывают ситуации, когда, ну мало ли, что-то с наставником у вас разойдутся куда-то пути. Бывает такое. Но если вы становитесь профессионалом, если у вас есть именно бизнес-пространство, личное бизнес-пространство, где вы выстраиваете свою структуру, выстраиваете лидерский корпус и, соответственно, растите директоров, то вы всегда будете на коне и всегда будете именно в той позиции, которая даст вам возможность создавать инновации и придумывать свои направления, как вам выгодно и как вам удобно. Да, давайте вот большее количество людей, кто хочет, нужно взять на себя ответственность. Вот смотрите, тут несколько фотографий, буквально совсем чуть-чуть, но что их не огромное количество, какие мероприятия мы проводили благодаря агентскому пункту. Ну, во-первых, это работа со стойкой, она всегда была возле нашего агентского пункта. Это прекрасная возможность не платить дополнительно деньги за аренду, вы и так платите за аренду помещения и вы встаете на площадке недалеко от вашего агентского пункта, особенно летом, наступает лето, как раз время рекрутинга и встаете вначале со своими консультантами, обучаете, как это делать, проводите флешмобы недалеко от вашего агентского пункта, сдаете листовки на приглашения. Мы, например, когда только открыли, мы раздавали листовки, открылся новый агентский пункт и обязательно приглашали на какие-то мероприятия или на акции. Это обязательно конфетную лотерею мы проводили, точно так же приглашали на мастер-классы, на наш агентский пункт. С нами были наши консультанты, мы делали тренинг совместного действия и наши консультанты с удовольствием потом самостоятельно уже начинали это делать. Это, естественно, мероприятие, вот видите, день клиента и мероприятие для консультантов различных, где мы проводили дегустацию парфюма, специально подбирали образ, вот с левой стороны есть фотография. Это все люди, которые обслуживаются на нашем агентском пункте, которые до сих пор остались с нами, которые удовольствие получают. Это, естественно, признание, подарки. Это, естественно, всевозможные конкурсы, вот видите внизу бытовую технику, я вам покажу, какие акции мы обычно проводили. Это огромное количество различных мероприятий, где вы можете и научить своих консультантов, и взаимодействовать с другими структурами совместно. Не бойтесь других структур, объединяйтесь, это даст общность и даст вам возможность. Знаете, какой момент? Когда мои консультанты в других городах приходят к тем людям, которые меня знают, они говорят, ой, вы курячий, пойдемте с нами на флешмоб, пойдемте с нами на работу со стойкой. Им предлагают и с удовольствием приглашают их в свои агентские пункты. Точно так же люди других регионов присылают ко мне своих консультантов, и они знают точно, что не будет переподписи, не будет переманивания, а будет отношение такой же, как будто бы это мои, и как будто бы я вообще всегда была, ну как бы, я всегда отношусь к консультантам, хоть к своих структур, хоть не к своих, одинаково. Это должно быть правилом для развития агентского пункта. Что нужно сделать на агентском пункте? Организуйте работу агентского пункта. Это очень важное правило, и многие про него выплывают. Первое. Организуйте три пространства на агентском пункте. Я понимаю, что если у вас пункт выдачи маленькая зона, но все равно можно разделить это пространство. Это место для выдачи продукции должно быть отделено и отдельно, потому что бывают ситуации, когда вы проводите мастер-класс, а пришел консультант со продукцией. И это не совсем хорошо для клиента, и клиент неправильно может воспринять. Если у вас нет возможности огородить, например, это пространство, ну, например, какими-то перегородками, мы специально создали перегородки на своем агентском пункте, то это можно сделать просто какими-то шкафами перегородить, или сделать красивую такую, знаете, как стоечку, которая будет перегораживать это пространство. Разделите его обязательно. Или лучше это, чтобы это было отдельное помещение. Поэтому я рекомендую обязательно делать центр обслуживания или представительства. Не бойтесь вкладываться в большие площади, вы получите с лихвой. Если вы только-только начинаете, да, попробуйте начните на малом, но всегда стремитесь именно, чтобы было впоследствии представительства. Это обязательно место для бизнес-встреч. Это должен быть кабинет или какое-то пространство, где стоит один или несколько столов, где вы сможете действительно предоставить вашим консультантам, чтобы они чувствовали себя лидерами, чтобы они чувствовали себя, знаете, как в позиции директора. Я очень часто присадила своих лидеров за свой собственный стол в кабинете, и они уже совершенно себя по-другому чувствовали. И они уже могли приглашать на бизнес-встречу людей, и это совершенно другая зона. Потому что когда вы выдаёте продукцию, это вот продукция, где-то дегустация, где-то пробники, где-то какие-то моменты, это вот другое. А когда бизнес-пространство, это более деловой стиль, это действительно определенные книги, это определенная полочка с определенными материалами или инструментами для работы именно проведения бизнес-встреч. И обязательно нужно выделять зону, место для обучения и для проведения презентации. Естественно, должна быть доска или флэк-чат. Я, чтобы уменьшить пространство, купила доску, которую прикрепила к стене, она прикручивается такая, впоследствии я купила флэк-чат. И впоследствии я понимала, что у меня раз нет проектора, поэтому я купила большой плазменный телевизор, дорогой, хороший, за 28 тысяч, чтобы люди могли видеть по телевизору, чтобы я могла показывать какие-то ролики, какие-то мотивационные ролики, а еще в то время, когда не проходит обучение, то по телевизору показывают, стоят, знаете как, мы закачали большое количество различных видео от компании, презентации определенных, и мы просто их закачали, и когда люди сидят в очереди, а сейчас у нас бывает такая ситуация, потому что приходят часто в одно время, это раз, то вторых поднялся товарооборот, и, соответственно, людям, чтобы не было скучно, по телевизору идут эти ролики, и своего рода, если они не пришли на обучение, они дополнительно смотрят эти видеоролики и обучаются. И часто бывает, что человек, например, посмотрел, приходит за продукцией и говорит, так, а напишите, вот там вот показывали, вот там-то такая-то продукция, напишите мне какой код, подскажите, пожалуйста, я хочу уже это себе купить. Это очень хороший момент, и если у вас подключен интернет к телевидению, ну, то есть к телевизору, если есть Wi-Fi, то вы точно так же можете подключить компьютер и уже на месте обучать консультантов, или поставить компьютер, как правильно оформлять заказы. Это очень хороший момент делать между делом. Дальше. Наймите обязательно работников для эффективности. Если у вас нет возможности найма, договоритесь с лидерами. По очереди выдавайте продукцию. Ну, вот мне удобно так. У меня в офисе работает оператор. Это не просто оператор. Это лидер моей структуры. Это человек, которому я доверяю. Я точно знаю, что она всегда проконсультирует. Я точно знаю, что она профессионал. Я точно знаю, что она прекрасно знает продукцию и никаких проблем не будет, если консультант задаст какой-то вопрос. Поэтому у меня высвободилось время и пространство для того, чтобы я занималась другой деятельностью. Именно организацией, управлением, руководством, проведением всевозможных мероприятий и работой как через интернет, точно так же и в офлайне. Оператор работает, у нее определенный график, она знает свою работу, она это делает с удовольствием. Я, конечно, плачу ей деньги. Это мое правило, и я это делаю. Точно так же я наняла грузчиков и уборщицу. Почему? Во-первых, у нас третий этаж. Раз. Второй момент. Я первое время, мы с мужем потаскали эти коробки. Это очень тяжелые коробки. И часто получалось, что, знаете как, меня консультанты видели, можно сказать, в рабочей форме, таскающей коробки. Как я могу говорить вообще о бизнесе? Как я могу говорить о том, что здесь шикарные возможности? Как я могу говорить о том, что я получаю высокие доходы, если я сама таскаю коробки? Бизнес-леди должна выглядеть как бизнес-леди. И если у вас даже первый этаж, наймите грузчиков. Мы наняли маленьких, молодых мальчишек, 14-летних, которым просто нужны были карманные деньги. И они с нами уже 5 лет, они уже выросли, один ушел в армию и уже замену себе нашел, друзей прислал. То есть есть определенные мальчики, которым мы звоним в определенное время, говорим, у нас разгрузка. Они приходят четко, без проблем. Если сами не могут, других присылают. Точно так же, если вы моете в своем офисе полы, ну, коллеги, знаете, значит, вы плохо зарабатываете. Я действительно могу вам одно сказать. Как только я сделала так, что я наняла оператора, наняла грузчиков и уборщицу, мой оборот и мой доход сразу вырос в разы. И сейчас, когда я приезжаю, я приезжаю просто на своей машине, приезжаю уже как руководитель и уже восприятие меня как лидера и как руководителя, а не как оператора, не как грузчика и не как уборщицу. Прям акцент конкретно ставлю на это. Следующий момент. Определите дежурных и ответственных на каждый день. Зачем это нужно? Когда вас нету на агентском пункте и когда большие поставки, особенно в Новый год или в какие-то праздники, не всегда оператор может проконсультировать ваших консультантов. Оператор просто занимается выдачей, оплатами и всем остальным. И происходит такая ситуация, что очень многие пришли, забрали и ушли. Если у вас есть дежурные, то у вас всегда под присмотром будут консультанты, которые пришли за продукцией. Если у вас дежурные, то можно организовать шикарные моменты. Можно организовать столик, на котором будет, например, стоять какая-то продукция. И, предположим, знаете как, продукция дня называется. То есть стоят, например, крема для рук, и эту продукцию дня, это дегустация конкретно. И дежурный каждому пришедшему наносит на руку какой-то крем для рук, и человек может попробовать все крема. И, естественно, попробовав, он понимает, что я хочу вот этот или вот этот. И, естественно, поднимается оборот, и, естественно, поднимается количество заказов у этого консультанта. Точно так же дежурный может помочь зарегистрировать другу консультанта. Например, пришел консультант, и не знает, как это делать. Он привез с собой клиента. Чтобы клиента зарегистрировать, то дежурный может помочь и объяснить, как это правильно сделать. Если, что такое дежурный, это могут быть дежурные лидеры или дежурные директора. Очень часто мы делали, что помимо дежурного был еще консультант. Каждый дежурный приводил с собой своего новичка. Новичок уже учился, что делает дежурный. Здесь очень хороший момент получался. Во-первых, получался тренинг совместного действия. Во-вторых, получалась какая ситуация. Если не было пришедших людей и свободное время, то лидер мог поработать с своим консультантом, рассказать ему какие-то новости, ответить на его вопросы. То есть, в любом случае, это проходило, знаете, как полезный момент, такой происходил у каждого дежурного. Назначьте обязательно ответственных на каждый день. То есть, распределите по дням, кто, когда дежурит. Тогда вы увидите шикарный момент. Тогда вы увидите, что все заинтересованы. Тогда вы увидите, что у вас начнется взаимодействие. Ну, тут я написала для встреч, для консультаций, для мотивации и для отработки каждого пришедшего. Коллеги, я немножко задерживаюсь, я постараюсь побыстрее. Как увеличивать товарооборот на агентском пункте? Первое. Запланируйте рост товарооборота на год. Спланируйте, какой товарооборот по итогу года вы хотите получать. Например, миллион. Если вы запланировали, предположим, миллион товарооборот, разложите его по месяцам, потому что на агентском пункте идет фиксация за месяц, за 30 дней, а не по периодам. Если миллион разложить на 12 месяцев, сколько получится? Напишите мне, пожалуйста. Коллеги, посчитайте, миллион разложить на 12 месяцев, сколько получится? Вы меня слышите? Хочу, чтобы вы написали в чате, здесь вы или нет. 8083. Благодарю. Вот смотрите, если вы хотите запланировать миллион, то вы должны прирастать каждый месяц на 80 или 83 тысячи рублей. По сути, 83 тысячи – это не так много. То есть, например, первый месяц вы делаете 100, потому что это очень правильный этап, потому что именно со 100 тысяч компания платит полные проценты. Если вы делаете меньше 100 тысяч, тогда, значит, обороты проценты у вас будут снижены. Поэтому вы планируете первый месяц 100 тысяч, на второй месяц, например, 200 тысяч. То есть, увеличиваете план не 80, а увеличиваете 200, на третий – 300, на четвертый – 400, на пятый – 500. И тогда у вас всегда будет фора, потому что есть сезонные определенные месяца, когда товарооборот будет больше, а в какие-то месяца товарооборот будет меньше. Это обязательно нужно учитывать, потому что, чтобы вам прийти именно к той цели за год, которую вы запланировали. Разложите это по месяцам, по приростам, я вам сказала. Распределите по поставкам заказов. Напишите, пожалуйста, я знаю, что и консультанты это знают, и точно знаю, что держатели агентских пунктов знают, сколько раз у вас поставка в неделю. Сколько раз поставка в неделю приходит на агентский пункт. Напишите. Благодарю. Два раза. Сколько у нас недель в месяц? В месяце сколько недель? Четыре. Ну, там чуть больше. Четыре, правильно, но там четыре, четыре пять. Поэтому получается, когда я считала, получается десять. Четыре на два умножить это восемь, получается десять поставок в месяц. Иногда бывает колеблется. У кого-то меньше, у кого-то больше. Но ориентироваться нужно на десять поставок. То есть, предположим, вам нужно сделать сто тысяч товарооборота на агентском пункте. Если вы начинаете, вы берете, делите сто тысяч на десять поставок. Что получится? Напишите мне, пожалуйста. Сто тысяч разделить на десять поставок. Напишите. Коллеги, пишите. Сто тысяч на десять поставок. То есть, каждая поставка у вас должна быть не менее десяти тысяч. Причем поставка должна быть не менее пятнадцати, для того, чтобы вам ее прислали в каждую поставку. Обратите внимание, если вы будете думать о миллионе, вам будет страшно. Если вы будете думать о каждой поставке и контролировать, то каждый держатель агентского пункта видит, сколько формируется, на какую сумму формируются заказы в каждую поставку. Если вы будете работать в спарринге с лидерами и с директорами, которые обслуживаются на вашем агентском пункте, вы будете, например, звонить и говорить, Лена, слушай, у меня, вот у нас мы не идем по товарообороту. Соответственно, у вас не прирастают ваши консультанты. Я вижу, ваши консультанты не все сделали заказы. И вы совместно просто прозваниваете людей и в каждую поставку делаете тот оборот, который необходим. И тогда вы будете видеть, и вы действительно делаете тот оборот, который вы запланировали. Я просто так делала. Когда мне просто в определенный момент задали вопрос, а что ты не миллион-то не сделаешь? Я так подумала, правда, что я миллион-то варооборот не сделаю? Я взяла, решила и расписала так. Миллиона не сделала, но к концу года сделала оборот 800 тысяч. И 880 у нас было. Но я вот именно по этим вот моментам делала. Смотрите, дальше. Распределили по поставкам. Контролируйте оборот на каждую поставку. Тогда не так страшно. Не так страшно для тех, кто боится больших цифр. Смотрите, следующий момент. Для того, чтобы помочь вам это сделать, обязательно объявляйте акции на агентском пункте. Не только для своих консультантов, а для всех, кто обслуживается. Для повышения, во-первых, процента активности. Я вам покажу следующие моменты, какие акции мы объявляем. Что значит повышение процента активности? Мы делаем определенные листовочки и раздаем их наставникам. А наставники раздают своим консультантам. Что на нашем агентском пункте проводится акция. И получается, человек, который давно не брал, он приходит на эту акцию и делает обязательно заказы. И, соответственно, и наставнику хорошо, и мне хорошо, и нам хорошо. Увеличение средней закупки. Вначале мы делали небольшие суммы, потом с каждым моментом мы начали повышать среднюю закупку, то есть начали акцию повышать. Сумму делать больше, я вам тоже покажу. И постепенно люди нормально привыкли, и даже не было тех плачущих, которые говорили, ой, у нас не получится. Многие и по 10 купонов получали, и по 20 купонов. В зависимости от того, и даже те, которые люди делали не так часто, у них была возможность получить один или два купона. Обязательно считайте прирост в баллах у каждого консультанта. Что это значит? Вот смотрите, конечно, лучше, чтобы это делал наставник. Но если к вам консультант пришел, и он не связывается с наставником, и говорит, а вы можете посмотреть, а сколько у меня там баллов личного объема. Не так это важно, чтобы я успела закрыть перилы. Помогите ему, потому что если этот консультант обслуживается на вашем агентском пункте, помогая ему, вы помогаете себе, вы помогаете товарообороту, и вы помогаете, если ваш консультант придет в другом городе, в другой стране на агентский пункт, и там просто-напросто ему точно так же помогут. Следующее. Разработайте систему оповещения. У нас была специальная смс-рассылка. Мы, во-первых, я обознаю всех своих, кто обслуживался на моем агентском пункте. Ну, всех, кто обслуживался. Я не говорю своих. На агентском пункте все мои. Не важно, в моей структуре нет. Все мои. Я рассылала смс-рассылку с днем рождения. Я рассылала смс-рассылку к поздравлению на праздники. Я рассылала смс-рассылку, что объявлена акция. И люди благодарили, и в ответ на ответ очень хорошо реагировали. Даже если наставник не работает, то консультант очень благодарен. И он прям вот предан этому агентскому пункту. И очень часто у нас некоторые ездят издалека. У меня есть консультант, которая приезжает вообще из другого города, хотя рядышком есть другие агентские пункты, а она едет конкретно к нам. Только благодаря тому, что мы о ней помним и всегда заботимся. Обязательно и про звоны, что, например, закрытие периода, вы не успели взять заказ, вам необходимо оплатить хотя бы. То есть вот мы прям завели телефон, который специально есть у моего оператора. И это я плачу за этот телефон спокойно, безоговорочно. Как только деньги закончились, я туда кладу деньги. И мой оператор прозванивает людей, если они не забрали или забыли, или им случайно не пришла смс. И точно так же через наставников. То есть мы разработали систему оповещений и обязательно сообщаем многие акции через наставников. И наставники оповещают уже свои. Давайте посмотрим, какие вообще. Сейчас, секундочку. Вот такие листовочки мы делаем. Раньше мы делали на красивых, специально с цветочками, с какими-нибудь еще вот такими. Сейчас у нас более упрощенное, но в любом случае всегда у нас на агентском пункте, если объявляется акция, то у нас распечатывается на цветной бумаге обязательно листовочка. И каждый, кто приходит за продукцией, мы ему выдаем эту листовку. Если он, предположим, не вошел в это число, то есть он не сделал, например, заказ на 1000 рублей или на 1200, это у меня две разные акции. Я просто их вместе соединила, чтобы вам показать, что они бывают разные. Было у нас такое, что, например, вот сезонность, вот такая определенное время весна – это сезонность, поэтому объявляли на 4 периода, на удлиненное количество. И давали возможность людям, которые делают небольшие заказы, чтобы они 4 раза по 1000 рублей сделали и все-таки получили свой купон и обязательно получили подарок из корзинки. Если вам не видно, я зачитаю, встречаем весну с подарками от склада, раньше писали от склада, сейчас пишем от АП Курячий. С такого-то по такой-то сделай единовременный заказ на моем АП по такому-то адресу на такую-то один раз на сумму или единовременно на один раз на сумму 4000 рублей и получи подарок из корзины. У нас в корзиночку складывается определенная продукция Фаберлиф и люди с удовольствием выбирают и берут себе подарок. То есть каждый получает подарок, если он сделал большой заказ, который в условиях сказан. Или 4 раза по 1000 рублей и точно так же он получает подарок, собери 4 купона на подарок из корзины и получи купон на розыгрыш лотерея. Мы разыгрываем бытовую технику. Дополнительно к этому я добавляю еще дорогую продукцию, которую у нас есть в компании Фаберлиф. И у нас обычно где-то бывает и 100 купонов, и 160 купонов, и было у нас как-то 200 купонов. То есть это 200 заказов по 4000 рублей. И люди делают с удовольствием. Мне приятно. Я выделяю, я делюсь с людьми своими доходами. Но я понимаю, что это людям здорово, мне здорово. То есть мы друг другу помогаем. И вот такую листовочку, когда человек приходит, мы ему выдаем. И когда он приходит уже с заказом, который вышел на определенную сумму, то на обратной стороне, чтобы потом не рыскать, не искать, мы пишем номер в накладной, по которой прошел купон, или сколько раз он собирает купоны, чтобы он не забыл. И человек всегда это хранит в кошелечке. Он приходит всегда с этой листовочкой, потом мы вписываем номер его, который ему присужден, и он всегда это хранит и приходит потом на розыгрыш лотереи. Это мы раздаем людям. Вот так вот располагается, люди видят. То есть есть на детском пункте такой раздел события на АП, мы там пишем, подаем заявку менеджеру, и менеджер утверждает регион. И вот потом, когда консультант делает заказ, то над его заказом светится вот такая акция от агентского пункта. Иногда мы делали на бытовую технику, а иногда мы делали вот такие. Сделай заказ на 1250 рублей, получи скидку на 25% на парфюм 15 мл, 1950 40%, 2650 50%, 3350 60%. Если сделаешь заказ на 400, получаешь парфюм 15 мл в подарок. У нас очень хорошо поднимался, давало возможность людям, которые не каждый может сделать большие заказы, и он с удовольствием люди брали парфюм. И вот такое подобное, то, что я вам показывала, те куконы. Сейчас у нас прошлая акция была на 4860. Или единовременно, или три раза по 1620. Мы стали включать уже и транспортный сбор, чтобы людям легче было, консультантам было легче считать. И вот такие вот, на такой-то, такой-то и такой-то каталог. Вот, кстати, в это воскресенье мы будем проводить розыгрыш лотереей, я буду информацию на своем агентском пункте давать, подарки людям давить, признания, и у нас будет разыгрываться бытовая техника. Я уже закупилась, обычно я закупаюсь на большую сумму, на приличную, но это все рассчитывается. Итак, коллеги, есть пять шагов для роста оборота, как на вашем агентском пункте, точно так же и... Так, увеличены сильно, ну хорошо. Точно так же и в вашей структуре. Первое, это вера в свои силы и в успех, потому что по первости бывает очень сложно, не всегда все получается. Бывает такое, что вы просто инвестируете, не получаете ответа, не получаете результата. Но если у вас вы действительно верите в свои силы, а нужно просто поверить и просто поверить в успех, то тогда успех обязательно будет. Второе, организация и управление. Если вы не будете организовать ничего на агентском пункте и не будете управлять этими процессами, ничего не состоится. Люди просто будут делать тупо маленькие заказы на 750 рублей, минимальный заказ и все. Третье, планирование объемов, логистика. Это то, что я вам рассказывала в предыдущий момент, как правильно планировать, выстраивать и делать оповещение. Четвертое, это контроль и дубликация. То есть вы контролируете, как работают ваши объемы, как они проходят. Вы контролируете работу людей, которые назначены, знаете, как дежурными. Потому что это тоже очень важный момент. Если, например, не умеют делать и работать дежурные, это не значит, что они плохие. Это не значит, что нужно их уволить и убрать. Это значит, что вы с ними не провели тренинг совместного действия. Вы не показали им, как правильно работать с консультантами. Я, например, вообще всем, кто и оператору, и всем, кто работает с консультантами, говорю, бывают ситуации, хочется, извините за такое выражение, приходят некоторые такие люди, хочется прямо треснуть промеж глаз. Извините за такую мыслеформу. Я просто в эти моменты, чтобы не показать человеку что я возмущена, и не дай бог не сказать человеку что-нибудь плохое. Я уходила или за перегородку, или присаживалась, доставала, как говорится, пакетик, там ругалась сама на себя молча, а потом вставала и улыбалась. Потому что человек может прийти, уставшись с работы, человек может прийти, не испортили настроение. И если вы с ним неправильно будете работать, то он к нам больше не придет. Если вы неправильно к нему будете относиться, и ваши люди неправильно будут это делать, то он к вам больше не придет. Благо сейчас есть шикарная возможность брать в постаматах, шикарная возможность брать сейчас будет почта России, шикарная возможность просто заказывать себе на и доставку, и шикарная возможность, огромное количество агентских пунктов вокруг. Вы можете быть лучшими, а может быть худшими, и от вас все убегут. Поэтому обязательно это нужно делать. И еще последнее, это обязательно мотивация, это обязательно промоушены, обязательно признание. И не важно, это ваши люди из вашей структуры или нет. Когда я делаю признание, я поздравляю всех лидеров и всех консультантов, которые прошли по номинациям. Для меня это честь, это для меня, вот я себя буду неправильно чувствовать. Потому что это мои люди, которые действительно мне нужны. И которые вместе со мной строят бизнес. Слабые скажут, не судьба. Сильные скажут, попробуй еще раз. А самые сильные скажут, буду пробовать до тех пор, пока все не будет так, как я хочу. Я желаю вам, чтобы у вас было так, как вы хотите. Я желаю, чтобы у вас ваши агентские пункты давали миллионы, двухмиллионы, пятимиллионный оборот. Я желаю, если у вас нету, чтобы вы открыли. Я желаю, чтобы ваши структуры были счастливы вместе с вами и стали миллионерами. На этом мое обучение закончено. Спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я могу ответить на несколько пунктов. Спасибо, Алена. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Ну, на этом все. Простите, что задержала. Хотелось действительно вам дать побольше, чтобы действительно по-другому взглянуть на наш бизнес. Потому что агентский пункт – это тот инструмент, который дает возможность развиваться еще быстрее, еще мощнее. И взаимодействие друг с другом даст вам огромное, преогромное, большое счастье, большое количество денег. И пройдете с нами по красной дорожке в статусе миллионера. Давайте, удачи, шикарного закрытия периода и высоченных квалификаций вам. До свидания. До новых встреч, мои дорогие.